всем привет меня зовут анна кафырина вы на моем канале youtube сегодня хочу поделиться вторым моим походом в магазин уже я пошла в магазин пятерочка и подготовилась к тому чтобы максимально экологичные с минимальным количеством отходов в виде пластиковых пакетов и какого-то перерабатываемого или сложно перерабатываемого мусора выйти из перекрестка и в общем показываю что я купила я пошла со своим пакетом и просто взвешивала фрукты на платформе на весах и потом убирала это в свой пакет и наклеивала ценник на этот пакет бумажный холщовый то же самое я проделала с ну в общем с бананами с яблоками с перцем вот только по дороге уже когда я выпаковывала сейчас фрукты обратила внимание что яблоки которые у меня взвесились почему-то отобразились как яблоки golden видимо что-то не так с аппаратом потому что циферку нажимала правильную оценник вылетел golden они желтые они красненькие вот а плюс я искала какие-то сладости к чаю чтобы они были в максимально экологичные упаковки но все было к сожалению в пластике а собственная пекарня в перекрестке она есть там были какие-то булочки какие-то сладости но их предлагалось также положить в пакет но к сожалению у меня я могла бы положить там какой-то свой холщовый мешочек но мешочков у меня было всего два и они были ну как бы предназначены для какого-то харда потому что это эти мешочки они из-под обуви в них раньше лежала обувь поэтому я не решилась туда складывать хлебобулочные изделия поскольку я их не стирала ну вот постираю или может быть обзаведусь каким-то специальным мешочком более деликатным чтобы складывать туда булочки и я купила творог в упаковке вот этот зеленая линия перекресток мне очень нравится я обожаю из него делать сырники прямо получается идеально потому что творог там был в развес но он также продавался в пластиковом пакете и посмотрев на состав я поняла что творог это там не особо много это просто какая-то похожая на творог субстанция потому что ну в общем там печальный был очень состав в этой линии перекрестка зеленой линии ну хороший состав мне очень нравится вот и купила собственно в упаковке бедра куриные петрухи потому что собственно то что был фарш или мясо на развес она во первых также упаковывалась в контейнеры либо в пластиковый ну целлофановый обыкновенный пакет у меня опять же повторюсь не было с собой какого-то там пакета чтобы убрать в свой вот и вдобавок почему-то собственно мясная вот мясной прилавок в перекрестке стоил дороже чем собственно упакованные бренды которые им привозят непонятно почему я чет не въехала но в общем купила петруху плюс а поскольку все сладости были в упаковке я решила испечь сладости сама решила сильно не заморачиваться сделать просто шарлотку самый быстрый мне кажется пирог и купила по этому муку в муке я тоже очень долго ковырялся сначала думала может быть купить какую-то готовую смесь для бисквита и сделать какой-то может быть бисквит добавить туда бананы или яблоки что-то вкусное там изобразить но готовые смеси они были очень странные потому что там была куча всяких разных ингредиентов непонятных для чего в том числе консерванты какие-то я не стала заморачиваться я просто взяла муку сахар у меня дома есть и сделаю сегодня вечером сладости чтобы мне не пришлось там когда мне захочется с чаем с коллегами попить какой-то вкусняшки чтобы мне не пришлось из вендингового аппарата покупать во первых за дорого а во вторых еще в упаковке какие-то шоколадки так что вот такой мой успех я считаю на сегодня в покупке разного рода продуктов на будущее наверное придется как-то что-то придумывать с упаковкой чтобы покупать мясо на развес том числе или там фарш или подумать где его покупать у меня в районе так чтобы он собственное производство хорошего качества было на развес без упаковки но это мне еще предстоит сделать и поскольку сегодня уже 30 декабря то я наверное займусь уже в следующем году спасибо что вы меня смотрите если вы живете где-то в сау северном административном округе москвы то я буду рада если вы поделитесь в комментариях со мной тем где вы закупаетесь продуктами если вы тоже хотите вести помимо просто здорового образа жизни и помимо покупки качественных вкусных продуктов еще и стараетесь там как-то покупать их более свежие либо био либо может быть так же как я заморачивайтесь уменьшением количества отходов с вами была анна кафырина спасибо что смотрите до встречи в следующем видео пока пока